На свою первую линейку в Люберцкие школы пришли более 4700 первоклассников. В преддверии нового учебного года в Люберцах прошла традиционная конференция с педагогами. В лицее номер 4 собрались руководители школ и детских садов, а также лучшие педагоги округа, чтобы обсудить наступающий учебный год. Хотел бы, в первую очередь, пожелать такого творческого настроя, на то, чтобы хотелось силы, энергии дать те знания, которые, они не постоянны, мы какую-то базу получили, но учители причем по жизни все время ее пополнять. И чтобы это дали нашим детям. Владимир Ружицкий наградил лучших педагогов округа знаком главы. Депутаты вручили почетные грамоты от Московской областной думы. Знак главы получила учитель начальных классов Марина Ваканова. Она педагог со стажем. Учит детей читать, писать и считать уже 39 лет. За свою деятельность я получала немало наград. У меня есть грамоты Российской Федерации и неоднократно отмечалась главой. Но вот этот знак за усердную службу трогательно. Были удостоены наградами и молодые специалисты. Педагог Полина Саликова работает в детском саду «Интересик» два года. Воспитывает детей в логопедической группе. Большие впечатления, очень эмоциональные. Потому что это награды как молодого спедагога для меня первое. Я очень рада, что добилась таких больших наград и такого почета. В Люберецкие школы идут более 39 тысяч детей. В сады 20 тысяч малышей. Такие цифры назвала начальник управления образованием Виктория Бунтина. Также она отметила, что к новому учебному году многие учебные заведения объединили. В прошлый год мы посвятили с вами большой работе по реорганизации сети. Если ранее, пять лет тому назад, в сети было более 115 учреждений, то на сегодняшний день сеть сократилось до 65 учреждений образования. Мы создали в этом учебном году 15 образовательных комплексов и объединили 41 школу и детский сад. Изменения ввели и в учебный порядок. Теперь школы Люберец перешли на модульную систему обучения. Дети будут пять недель учиться, затем одну отдыхать. Ближайшие каникулы уже 4 октября.